ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА Всем привет! 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 Сегодня 3 сентября и программа ЖИВАЯ СТРУНА открывает очередной сезон на радио Шансон. Открытие сезона это всегда огромный праздник. А кто 3 сентября, казалось бы, обычный осенний день, уже давно превратил в день праздничный. Сделал это уже очень-очень давно. И сегодняшний день не исключение. Сегодня в программе ЖИВАЯ СТРУНА, исполнитель шансона по-русски, музыкальный продюсер, заслуженный артист, многократный лауреат премии «Шансон года» Михаил Шабутинский! Николай Захарович! Здравствуйте! Как говорится в том фильме, как долго мы вас там искали, а тут ждали. Я тоже вас долго ждал. Я тоже вас долго ждал, но наконец-то меня позвали. Ну и супер! Дело в том, что ведь сегодняшний концерт, который, к сожалению, перенесся, и аж на год, если я не ошибаюсь. Да, концерт сольный, большой, перенесли на следующий год, в эту же дату предполагается, то есть 3 сентября. А почему это целый год? Ведь можно было бы там, я не знаю, под Новый год. Ну потому что 3 сентября бывает один раз в два года. Все-таки 3 сентября. Все-таки все привезут к 3 сентября. Так они хотят. Но мы-то хитрее всех, и кто-то будет ждать целый год, а кто-то... А мы сегодня встретимся. А мы сегодня для самых одаренных и самых преданных поклонников. Живой концерт Михаила Шафутинского. Начинаем! Заходите к нам на донёк. Дома ждёт холодная постель, пьяный соседка, а в глазах охот. Здравствуй, милый друг Метро Дадель, Мадмуазель, Привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так вы бни уже друзья со мной. Сядем у тапёра за спиной, посмотрите, люди, на его руки. Ну давай сыграй, мой золотой. Ты что ж такое совсем седой? Спой мне песню, девочка, но спой. Про мою любовь, которой нет больше. Так шумит за окнами прибой. Пойдём со мной, а? Ко мне домой. Возьмём конфеты, ананас, вина, бутылочку для нас. Пойдём со мной, вина, бутылочку для нас. Пойдём со мной, вина, бутылочку для нас. Заходите к нам на огонён, пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. В программе «Живая страна» Михаил Шафутинский. Если вы только что к нам присоединились, нас можно не только слушать, но и смотреть. А здесь есть на что посмотреть. Смотрите-ка, Михаил Захарович, у вас ведь какой огромный коллектив. Да. Сегодня такой он усечённый, но как жирненько всё звучит. Сегодня часть коллектива. Да. Ну, сказать лучшая её часть будет неправильно, потому что все эти люди, каждый из них по-своему мне дорог, мы работаем вместе по много лет. «Атаман Бэнд». Да, «Атаман Бэнд». Вот наш руководитель. Здрасте, как вас зовут? Дмитрий Конд... Да-да-да. Я хотел, чтобы он сам представился. Дима. А у него, наверное, микрофона нет такого для... А, да, у него микрофон для музыки. Да, для музыки. Собственно, музыкант должен делать что? Играть. Играть музыку. Какая, хочу сказать, шикарная вот эта аранжировка, этот новый вариант песни, которая сейчас прозвучала. Как эта мода называется? Ремейк? А, ну, нет, это... Ну, в общем, действо это называется действительно ремейк. То есть берется та песня, которую ты уже спел, и ты ее делаешь, может быть, по-другому. Вот. Я ее обернул сегодня в другую оболочку. А для чего это делает музыкант? Во-первых, эта песня была спета в начале 80-х мной. Когда только кассета Розенбаума Александровича попала ко мне, я жил в Америке тогда, то я, влюбившись в эти песни, я вот прям с нее и начал. Я ее записал, и вышла кассета. А это было очень давно. С тех пор прошли годы. Прошли годы, вечерило. Просто сегодня выросло целое поколение людей, которые хотят тоже к этим песням, и они к ним приобщаются, но мне кажется, они иногда требуют другого звучания с приметами, как бы, 21 века, с приметами сегодняшнего дня. Вот так я и пытаюсь сделать. Ну, здесь еще такая реплика была. Мишка, Мишка, где улыбка? Это от коротого числа. Конечно. Там было в той прошлой версии. А вот я не помню, там она не была слышна. А здесь прямо так. Там пели две девочки-негритянки. Они тогда выступали у нас в моем оркестре. Поэтому, может быть, их там в общем миксе не было слышно. Да-да-да, так ярко не было здесь. Сегодня у меня две белые девушки, которые поют громче и лучше. Так выпукло и красиво. Ну, а мы слушаем следующую песню. «Улица Портовая». Рестороны шумные, колдовское зелье, Юная, бездумная, пьяная, веселье. Софочки да любочки, а в придачу к ней Кофточки да юбочки, сигаретный дым. Софочки да любочки, а в придачу к ней Кофточки да юбочки, сигаретный дым. Улица Портовая, горе и отрада. Годы нашей юности вдаль по ней прошли. И теперь о прожитом сожалеть не надо Про ошибки первые, детские мои. Не о том жалею я, что промчалась стройка, Вдаль по этой улице прогремела бойка. Мне вдогонку броситься поздно за тобой. От меня уносится колокольчик твой. Колокольчик твой. Мне вдогонку броситься поздно за тобой. От меня уносится колокольчик твой. 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 Пьяное веселье, софочки да любочки, а в придачу к ним, кофточки да юбочки, сигаретный дым. Субтитры создавал DimaTorzok Живая струна Субтитры создавал DimaTorzok Твоя девочка не ведала о том, где хмеляной ты вечерами пропадал, проводив ее до дома, а потом за портвейном о любви своей страдал. Ах, осень листья той первой любви, уносит ветер, сбросит, уносит и не вернется, зови, не зови первой любви. Осень, 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 осень листья той первой любви. Слаще не было сентябрьских тех минут, и девчонка симпатична, и горда. Ты же знал, тебе ее не отдадут, ни за что не отдадут, и никогда. Шел один ты, неизвестен, небогат, чуть не плачь от своих любовных драм. По сокольникам шатался листопад, и тебя качали лишние сто граммов. Ах, осень листья той первой любви, уносит ветер, сбросит, уносит, и не вернется, зови, не зови, первой любви. Осень, осень, ах, осень листья той первой любви. Тридцать лет прошло с далеких тех времен. Возвратился ты домой из дальних стран. Не найдешь теперь пивной тот павильон. Это место занял чей-то ресторан. Но остались те же ясень и клет, и такой же сумасбродит листопад. Много лет тому назад ты был влюблен, неизвестен никому, и не богат. Ах, осень листья той первой любви, уносит ветер, сбросит, уносит. И не вернется, зови, не зови, первой любви. Осень, осень, ах, осень листья той первой любви. Осень, 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 ах, осень листья той первой любви. Листья той первой любви. Листья той первой любви. Живая страна Живая страна Прям портвейну захотелось. Ну, конечно, конечно. Михаил Шифатинский в программе «Живая страна», если вы только что к нам присоединились. Я вас приветствую. Вы хотели что-то сказать про эту песню, мне кажется. Да, я хотел сказать, что сегодня, во-первых, я пою одно старье специально. Специально, потому что... Ну, такое старье-то с новым... Со смыслом, да. С такой загугубленной новой. Но дело еще в том, что вот эту песню, эту песню, эта песня Игоря Зубкова на стихе Александра Шаганова, я ее записал довольно давно. Но потом некоторые причины, известные нам, произошли в стране. И поэтому в концертах, которых не было, сольных концертов не было, я ее так и ни разу не спел. Поэтому сегодня вот здесь... Она вообще впервые... Она прозвучала вот так, как бы вот на публике впервые, потому что мы репетировали, конечно, но это было очень давно. Потом концерты перенеслись, отменились, их перенесли опять, перенесли снова. И, в общем, и музыканты, и певцы ушли в кабак, это понятно. Ну, да, да. Когда-то еще при царе было, когда был шансон, была Вяльцева, были такие... А потом вдруг советская власть, которая уничтожила всю культуру русскую того времени, она уничтожила и шансон, и романсы русские. И они все ушли в кабак. Да. Но потом восприяли духом. Да. Так мы сейчас начинаем снова... Да, а мы самые счастливые. И мы сегодня вообще премьерно-концертную вещь такую, да, послушали? Да, да. Очень хотелось. А к вопросу о шансоне. Вот. Да. Не я начала этот разговор. Ведь все, конечно же, все по кругу ходит. И мода там, и так далее, но все равно преобразовывается. Это касается и одежды, и языка, и музыки, разумеется. И вот жанр шансон, он хорош именно своей, ну, как сказать, классикой, я не знаю, консерватизмом? Или все-таки, на ваш взгляд, как у мэтра, хочу спросить, или все-таки он может как-то преломляться и иметь какую-то совершенно, может быть, неожиданную форму в ближайшее время? Это такая, это сложная вообще штука об этом говорить и что-то предугадывать. Я только могу сказать свои ощущения. Дело в том, что мы все знаем, что шансон – это, в первую очередь, музыка, которая имеет определенную смысловую нагрузку. Это стихи. Жизненный опыт подразумевает. Да, да. Бэкграунд. Да. Это стихи, это поэзия. И музыка, которая порой не такая сложная, но она не должна быть сложной, потому что вот именно в этом жанре, в этом жанре, она вместе со стихами, она не отдельно. Сегодня происходит немножко другое. Сегодня пришли в шансон, пришли многие музыканты, которые раньше-раньше даже не хотели, не могли слышать об этом, и не хотели, и говорили, некоторые посмеивались над нами. Ничего. А теперь вроде как можно. Мы их приняли. А можно так сказать, Михаил Захарович, а можно так сказать, что будущее шансона именно в простоте, вот как все гениальное просто, так вот и шансон, чем, ну вот, есть такая поговорка, три аккорда, кто четвертый возьмет, тот от него и... А, да, да, ну, я бы не стал так упрощать шансон, я бы не стал его прямо вот так, три аккорда и все, потому что то, что мы делаем, это далеко не три аккорда. Ну, есть и бемоли, так сказать, и диезы, и бекарры. Если прислушаться, да, если прислушаться, там можно услышать много интересного, и мы вкладываем в эту душу. Мы работаем над каждым звуком, над каждой фразой. Я уже не говорю о балансе, о таких вещах, как какая-то там форма музыкальная. Вот поэтому шансон не так прост, как три аккорда, и не так прост, как три карты, четыре карты, там, валет, туз, я не знаю, да, мы это все... Это кто-то решил, что шансон, ну да, это карты и три аккорда, что такое еще шансон? А ну-ка вы послушайте. Но вы там смотритесь прекрасно в этой программе. Ну, это потому что я так хорош, я просто смотрюсь. Вас в какую декорацию не посади, извините. Нет, на самом деле, если мы поговорим о программе, то она замечательная, в ней участвуют прекрасные артисты. И наша задача очень сложная, судить своих коллег. Я считаю, что это может делать только тот человек, который так же умеет. А я не все умею то, что они делают, далеко не все. Поэтому я просто в этой работе высказываю свои отношения, свои отношения к этим песням, к их исполнению. Вот и все. И спасибо за этот праздник. Так, мы сейчас прервемся. Да, прервемся. У нас есть реклама и вернемся снова. Хорошо. Ах, какой белый снег, ах, какой белый снег за окном. Сколько ж выжег стоит в этом царстве снегов окаянных. Зябкий лагерь, нахохлившись, словно уснул белым сном. И как будто он кружится в замкнутом круге стеклянном. И уж если такое везение мне выпадет вдруг. И знакомые скажут, да он уже освободился. Я поеду на юг. Я, конечно, поеду на юг. Я когда-то на юге, когда-то на юге родился. Я сойду на перрон, позабытый своим городком. Я сниму свою шляпу, сниму свою мятую шляпу. Поздороваюсь с кем-нибудь, с кем не знакомым. С кем не шел, с кем не шел никогда по этапу. Я хочу подержать на ладонях простой виноград. Я хочу приласкать на груди свою старую маму. Я так буду там рад. Я всему буду рад, очень рад. И не стану тянуть ни туза, ни пиковую даму. А этапы идут на восток, все идут на восток. И мелькают одно за одним, так похожие лица. От страны лагерей материк так далек, так далек. До Охотское море свинцовым туманом дымится. Я не знаю, за что, но всегда полюбил Магадан. И в Нагаевской бухте затертые льдинами баржи. Так зачем же порой достаю из-под нар чемодан? Я до времени стал суетлив и, наверное, старше. Не хочу я в бараке ни с кем, ни про что говорить. Мы с годами становимся здесь, да нельзя молчаливы. Но ночами встаю и все чаще иду покурить. И спиной остро чувствую боль, чьих-то взглядов пытливых. И не скрыть от себя, и не скрыть этот липкий испуг. Ах, что навеки повязаны все в этом чертовом круге. Но мне надо на юг. Мне так надо, так надо на юг. Я хочу умереть, я хочу умереть лишь на юге. Ах, какой белый снег за окном. За окном. Шикарная песня вообще. Шикарная. Я помню, как вы в свое время, да, отправились в Магадан по собственным желаниям. Ну да. Замечу. Помнишь, как Владимир Семенович про Игоря Кахановского сказал, мой друг уехал в Магадан, а просто так, не по этапу, а просто так. Да, вот как и вы. Были причины с войной, это далекое прошлое. Это понятно, причины были, но именно почему можно было уехать куда угодно. Ну, страна большая. Ну да, страна большая. Мне кажется, это такое было, а на те. Стихотворение Маяковского, на те. Ну я просто проехал за некоторое время до этого. Я был на Колыме и вообще на Севере, и как-то так получилось. Ну, это все дела минувших дней. Ну да. Дальше песня у нас «Наколочка». Да. «Наколочка». Ну. Ты на теле, не скрывая, носишь красоту. Как ты это называешь? Кажется, тату. Но свою рубашку не расстегиваю я. Притаилась там након, наколочка моя. Прошлась по коже. Иголка, иголочка. Как по душе потопталась судьба. С тех пор осталось, наколка, наколочка. И я забыл бы, да только нельзя. Прошлась по коже. Иголка, иголочка. Как по душе потопталась судьба. С тех пор осталось, наколка, наколочка. И я забыл бы, но только нельзя Погуляла понад сердцем тонкая игла Рисовала синим цветом храма купола Сколько сердца насчитала этих куполов Столько лет платил я по счетам моих долгов Прошлась по коже иголка-иголочка Как по душе потопталась судьба С тех пор осталась наколка-наколочка И я забыл бы, но только нельзя Прошлась по коже иголка-иголочка Как по душе потопталась судьба С тех пор осталась наколка, наколочка И я забыл, брат Да раз об этом забудешь Обычно в зале в этом месте, когда играет оркестр Я разговариваю со зрителями, говорю Я вижу, все слова знаете, они поют со мной Я говорю, давайте следующий припев споем вместе Так и происходит, все поют Следующий припев Две картинки, как две жизни Красота и боль Но совсем другим себя я чувствую с тобой Может быть, как глупый мальчик Я скажу, люблю Только это я уже нигде не наколю Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе подтопталась судьба С тех пор осталась наколка Наколочка И я забыл бы, да только нельзя Прошлась по коже Иголка, иголочка Как по душе подтопталась судьба С тех пор осталась наколка, наколочка И я забыл бы, да только нельзя Живая струна Живая струна Тихо, как в раю Тихо, как в раю Под местечком высокий И яркий Я себе пою Я себе краю Опустилась ночь Отдохните, дети День был очень жарким За стежком стежок Грошек Грошек Стал тяжел На закате дня Но оно еще родится Жаль, что не в пример меня Кто же будет одевать вас всех потом по моде Девочка моя Девочка моя Завтра утром ты опять ко мне вернешься Милая моя Фейвилла моя Грустноглазая Папа моя супушка скажет Засмеешься Люди разные И песни разные Будет день Будет день И будет пища Жить не торопись Иногда Богач и нищий Тот, кто не успел скопить Тот, кого же нигде Никто ничем не держит Нитки, бархат, да иголки Вот и все дела Да, еще талмуд на полке Так бы жизнь шла и шла Только солнце вижу я Все реже 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 Велик полк Волю 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 Было время, были силы, да уже не то Годы волосы скосили, вытерли мое пальто Жил один еврей, так он сказал, чтоб все проходит Тихо, как в раю Звезды над местечком высоки и ярки Я себе пою Я себе краю Я себе пою Живая страна Ну что же это за роскошь-то такая? Если вы только что решили послушать радиошансон, я вас поздравляю Вы самые счастливые люди на земле Вы аккурат попали на концерт Михаила Шефутинского в рамках программы «Живая страна» Ура! Ура! И главное, мне кажется, что это очевидно я Да Они меня увидели, кто это? А, да, это он Да? Слава Богу, то есть я пока еще похож на себя Ну это уже, это имеет большое значение для человека Ну, кто-то наоборот предпочитает постоянно меняться, а кто-то наоборот, вот тут непонятно Тут вот кто-то меняется, а кто-то наоборот вот поддерживает зимой и летом одним цветом И как раз вот в этом его узнаваемость Я вот за второе А знаешь, мне кажется, что было бы здорово, меняясь, оставаться все-таки самим собой Ну да, конечно Вот это самое главное А вот мне Синица на хвосте принесла что-то Флюй-вуй-вуй, комикс, комикс Это что такое? Сначала я хочу, во-первых, прости, я отвлекусь Вернусь к этой песне Потрясающая песня, написанная великолепнейшим человеком, высочайшего ума, культуры и таланта Александром Женбаумом Я всегда об этом говорю и всегда прошу всех в этот момент рукоплескать его таланту Это вы всегда с удовольствием, это вы всегда Так что про комиксы, это про комикс Комикс, да, комикс Одна группа молодых людей Компания, по-моему, Визард называется, да Они пришли с таким предложением ко мне Сделать комикс, посвященный 3 сентября Там художники, их несколько Они очень такие современные, энергичные, молодые совершенно Другая формация вообще Кстати, вот Шафутина в день очень молодежь как-то вот приняла Вот именно вот не просто вот там Они даже, мне кажется, не всегда это ассоциируют с песней А просто вот Шафутина в день Они просто меня любят Так вот, этот комикс, такая штука Я просто, живя еще в Америке много-много лет тому назад И эта культура известнейшая всем, она была очень популярна там в Америке И комиксов было масса Мои сыновья даже их коллекционировали, собирали на разные темы А это будет комикс, в котором говорится о том, что я проснулся 3 сентября и оказался в другой вселенной В другом времени А потом я снова как-то задремал и оказался еще В общем, я путешествую по разным вселенным И это здорово, это все, я смотрел уже, я вижу такие наработки, которые готовятся к выпуску Ну это, наверное, на цифровых платформах можно будет смотреть Да, везде это будет, нет, но это будет и в реальном, совершенно комикс А, то есть, журнал Да, такой, как и есть Он будет, я думаю, они будут его продавать Михаил Захарович, живем И вступает уже, так сказать, тяжелая артиллерия Не зря я, этот вопрос про комикс, в общем-то Даже мы забыли, какой сегодня день День 3 сентября Давайте без слов Да Субтитры сделал DimaTorzok Все не то, все не так Ты мой друг и твой враг Как же так, все у нас с тобой С тобой Был апрель и в любви Мы клялись, но, увы Пролетел желтый лист По бульварам Москвы Третье сентября День прощанья День, когда горят Костры рябим Как костры горят Обещанья В день, когда я совсем один Я календарь переверну И снова 3 сентября На фото я твое взгляну И снова 3 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Журавлей, белый клин Твоя дочь И мой сын Все хотят Теплоты и ласки Мы в любовь Как в игру На холодном ветру Поиграли с тобой Но пришел сам с собой Третий сентября День прощанья День, когда горят Костры рябим Как костры горят Обещанья День, когда я совсем один Я календарь переверну И снова 3 сентября На фото я твое взгляну И снова 3 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Субтитры сделал DimaTorzok Я календарь переверну И снова 3 сентября На фото я твое взгляну И снова 3 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября 2 сентября Но почему Но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь было все у нас всерьез 2 сентября Катарсис Здравствуй Браво Зачем же так сразу И на этой На этой Так сказать Пафосной ноте Сегодня 3 сентября Я друзья Уважаемые слушатели Радио Шансон Прощаюсь с вами До какого-нибудь сентября Михаил Сахарович Дорогой Вы наш человек Спасибо вам большое За это прекрасное выступление Атаман Бенду Тоже огромное спасибо За прекрасный вечер За прекрасную музыку И конечно же С вас еще одна песня Да я просто хочу еще сказать Что очень жаль Что хорошего Всегда недостаточно И хорошее Приходит Но его всегда мало Это Это грустно Потому что приходится Вот мне сейчас Расстаться с вами Расстаться с нашими С нашими Слушателями Зрителями Я желаю вам всем Огромного счастья Будьте здоровы Любите друг друга И никогда не болейте А мы споем вам песню Которую Которая не нуждается В комментариях совершенно Раз Два Три Четыре Будем клопать Пам-пам Раз Два Три Четыре Пять Сон Немного Сон Сон Вдох Сон И облака на юг, пальмы над головою Веяли, как в раюхо, женщина без остатка Женщина для любви, таяла словно воск в руках моих Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Волны ласкают, пять, шесть, семь Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Только блики на ладе Переплетались тени женщины и их мужчины Пахло, как орхиде, тело твоё ночи И в темноте сказал я, завтра я улечу Чтобы понять, как я тебя хочу Внимание! Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Только блики на ладе Раз, два, три, четыре, хлопаем на восемь, семь Раз, два, три, четыре, хлопаем на восемь, семь А Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Волны ласкают, пять, шесть, семь Марджанча, Марджанча, где же ты, где? Только блики на ладе О, Марджанча ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин